Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я представляю вам Mitsubishi Deon 2000 года выпуска. Стоимость данного автомобиля составляет 258 тысяч рублей. Выражаю благодарность автосалону Carline за предоставление автомобиля на съемку. Этот обзор будет посвящен детальному осмотру экостерьера и интерьера автомобиля. Также мы откроем капот, багажник, заведем двигатель, послушаем его звучание. Вот такие ключи, заводской брелок, открыть-закрыть. Давайте приступим. Компактный, своего рода, субкомпактный мини-вэн. Формированные ручки. На широкий угол открываются двери. Велюровый салон. Правый руль автомобиля. Чистый японец. Двигатель здесь 2 литра, GDI, 135 лошадок. Сигнализатор открытой двери. Четырехспицевый руль. Здесь установлен гидроусилитель руля. Рулевая колонка регулируется только по высоте. Она имеет механические регулировки. Чтобы ее отрегулировать, нужно использовать вот этот рычаг. Сейчас давайте включим фары. Также аварийную сигнализацию. Со стороны водителя полностью автоматическое стекло. Она автоматически поднимается. И автоматически опускается. Ветровики здесь установлены. Фирменные. Фирменные. Мецебиси. Сейчас давайте откроем капот. Рычаг находится вот здесь. Здесь расположены предохранители. Открывание рючка бензобака. Сейчас давайте детально рассмотрим экстерьер автомобиля. Ручка бензобака. Запасное колесо поднищем. 14-дюймовые легкосплавные диски, размерный шин 185х65, задние барабанные тормоза. 15-дюймовые легкосплавные диски. Также хром на зеркалах. В двигателях, как я уже упоминал, GDI. На переднем бампере небольшие сколы. Потрескался он немного. Галогеновые фары. Я думаю, им полировка не помешает. Декоративная хромированная контакта на фальш радиаторной решетке. Готово. 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 7,8. Объем топливного бака составляет 60 литров. Привод передний. Клиренс автомобиля составляет 155 миллиметров. Передняя подвеска состоит из амортизационной стойки, треугольного поперечного рычага и поперечного стабилизатора. Задняя, продольный рычаг, сдвоенный поперечный рычаг, винтовая пружина, поперечный стабилизатор и также телескопический амортизатор. Тормоза передние дисковые вентилируемые, задние барабанные. Саряжная масса автомобиля составляет 1380 килограмм, полная масса 1990 килограмм. Объем багажного отделения составляет 230 литров. Саряжная масса автомобиля составляет 1380 килограмм. Смотря на то, что по форме кузов напоминает такую своеобразную коробку, он очень обтекаемый. и автомобилю уже 13 лет, следы ржавчины практически нигде не видно. саливателем. саливателем. Какая-то надпись. Сам значок на Субиси, видимо, уже отошел. Какая-то надпись. И сейчас, детально рассмотрев экстерьер автомобиля, давайте перейдем к интерьеру. Панели дверей обиты велюром. Вставки под дерево, блокировка стекол, электростика подъемники, вещевой отсек, выдвижной. Пульт управления. Честно скажу, не знаю для чего. Если кто знает, напишите в комментариях. Продолжение следует. Продолжение следует. Стандартно. Это продольные регулировки. По высоте. Спинка сидения. На сидении удобный профиль. Небольшая боковая поддержка. Соответственно, вещевой отсек. Электрозеркала. С подогревом. Электрозеркала. Вставки под дерево. Так что на центральной консоли. Этот автомобиль имеет пробег 195 297 км. Сейчас давайте послушаем, как звучит двигатель. ГДАй у любителей Mitsubishi почему-то не востребованный двигатель. Многие его не хвалят. Для двухлитрового движка. Вполне достойное звучание. Легко считывать приборы. Открывание крышки багажника. Ножной стайночный тормоз. Чтобы его активировать. Нужно на него нажать. И чтобы, соответственно, его снять. Нужно еще раз нажать. Все очень просто. Четырехступенчатый автомат. Управление стеклоочистителями. Управление стеклоочистителями. Это своего рода бортовой компьютер. Вот Mercedes-Benz. Здесь указана дата. И вся необходимая информация. Наподобие маршрутного даже, я бы сказал, компьютера. Цифровые часы. Настройка. Пощевой отсек. Авиосистема Mitsubishi. С кассетой. Шесть станций. Различные предустановки. Настройки звука и так далее. Управляется диафазон. Для задних пассажиров. Отдув. Соответственно, температура. Рецепт. 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 Автоматический режим. Регулировка потоков. Воздуха. Сам кондиционер. Чтобы его активировать, нужно нажать на кнопку. Задние пассажировки стекла. И различные режимы, включая передний окон. Также автоматический режим. То есть это передние пассажировки стекла. На ноги. Просто на ноги. На ноги и на лицо. И на лицо. Отправление потоков воздуха. Очень легко все использовать. С точки зрения логики. Трудно к чему-то придраться. Два удобных. Выдвижных стаканника. Также. Книжники вещей. Она обита тканью. Розетка. Пепельница. Либо можно использовать в качестве прикуривателя. Аудиосистема. Здесь установлены 4 колонки. Подлокотник. Он регулируется. Чтобы отрегулировать, нужно нажать. И также для пассажира. Салонное зеркало заднего вида. Без автозатемнения. Козырьки. Макеажные зеркала. К сожалению. Без подсветки. Контейнер 5 очков. Он обит тканью. Штурманский свет. Прям как ни крути, а чувствуешь вот это качество. Каждой кнопки. Как переднего пассажира, так водитель будет очень-очень просторно в этом автомобиле. Шикарная обзорность. Второй ряд сидений и третий ряд, который я попозже вам продемонстрирую. Сидения в меру мягкие, в меру жесткие. Качество отделочных материалов и качество сборки на очень достойном уровне, несмотря на то, что здесь поменяется в основном твердый пластик. Меломана, конечно, она не устроит. Но все равно звучание хорошее. И двигатель на холостых оборотах практически не слышно. Как он работает. Сейчас давайте заглушим двигатель. Возьмем ключи и переместимся на второй ряд сидений. Автоматический привод складывания. Откроем ключок на изобака. Вещевой отсек. Мягкий подлокотник. Вставки под дерево. Второй ряд сидений. Легко можно сложить. Одно движение. А также он регулируется продольно. И третий ряд сидений. Полноценный. Я продемонстрирую вам его с багажного отделения. Климатическая установка для задних пассажиров. Обдув. Обдув. Лоу и хай. И регулировка потока воздуха. Дефлекторы. Дефлекторы в вентиляционных отверстий. Поручни. Подсветка. Дефлекторы. Подпишись. 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 Легкая посадка на второй ряд сидений, вешалка только с одной стороны, с этой стороны она отсутствует. Опять-таки, японский принцип разумной достаточности, только одна вешалка. Подголовник, я думаю, это с третьего ряда сидений, скорее всего, да, с третьего ряда. Второй ряд сидений тоже просторный, к сожалению, нет центрального подлокотника и подстаканников. Я думаю, здесь будет просторно даже втроём. Сейчас давайте посмотрим, насколько вносительно багажное отделение. магнет-тушитель, знак аварийной остановки. можно его полностью убрать. Также подсветка. подлокотники мягкие. Третий ряд сидений, я думаю, только для детей. чтобы его поднять. Легкая трансформация салона. лимончик-тушитель. Готово. Берем, лимончик-тушитель. Салончик-тушитель. Продолжение следует... Также вещевой отсек и такие же механические регулировки по пассажирскому соединению, за исключением регулировки по высоте. Полка для вещей, перчаточный ящик, довольно мастительный. Классный японский, компактный, такой даже субкомпактный минивэн. Чистый японец. Здесь, я так думаю, установлены четыре подушки безопасности. Кстати, я также бы хотел обратить ваше внимание, на то, что здесь установлен хороший уплотнитель. Как закрываются двери. На этом обзор Минсубиси Диун. В 2000 году выпуск завершен. Я надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь на мой канал. Всем удачи. Берегите себя. Всем хорошего настроения. И увидимся в следующий раз.